В единый день голосования 10 сентября в Якутии пройдут муниципальные выборы. Отдать свой голос за кандидатом могут около 550 тысяч жителей республики. О новациях и подготовке к выборам в сюжете Александра Охлопковой. В Якутии выборы пройдут в 32 районах и в столице. В республике будут избираться 8 глав районов, в том числе глава Якутска, 217 глав поселений. Также будут замещены около 3000 депутатских мандатов. Основной принцип избирательного законодательства – открытость, прозрачность и гласность. То есть только таким образом обеспечивается максимальная законность и легитимность выборов. Поэтому это все законно предусмотрено. На избирательных участках имеют право присутствовать наблюдатели, доверенные лица, сами кандидаты. Регион опробирует несколько нововведений на выборах. В частности, это итоговые протоколы с QR-кодом. Для этого еще с зимы ЦИК провела несколько установочных семинаров. В этом году муниципальные выборы будут проходить внедрение нового системы составления протокола QR-кода. В данной схеме мы подготовлены. Все 34 УИКа получили флешки, прошли обучение. И 8 числа будем ровный ход проводить. При применении этого машинописного кода, там машина, то есть компьютер, именно проверяет контрольные равенства и прочее. И поэтому, если какие-то счетные ошибки допущены, тут же это выявляется быстро. Поэтому это, во-первых, для ускорения процесса по счету голосов и для избежания ошибок. А также помимо реальных кандидатов, нижнюю графу займет другая конкурентная влечена. Среди политических сил кандидат против всех. Ну, у меня есть свой кандидат, за которого я проголосую, а против всех не рассматриваю. Мне лично не мешает. Да я считаю, не должна быть такая графа, должны люди выбирать, должны оставлять свой голос и выбирать своего избранника. Я хотела пойти, но, к сожалению, улетаю. Кстати, вы не знаете, можно, да, допроголосовать на местных? Можно, да? Ну, надо бы узнать. Если я успеваю, я бы с удовольствием проголосовала. Я вообще всегда хожу голосовать. А что касается досрочного голосования, на сегодня таким правом воспользовались 7100 человек. Никаких открепительных документов не будет. Зато, если по каким-либо причинам пропускаете выборы, то уже сейчас смело можете воспользоваться своим гражданским правом. Сходить на выборы до срока. А в единый день голосования, 10 сентября, все избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера. Александра Хлопкова, Александра Хобычарова, Сарглана Федорова, Владимир Павлов, НВК Саха, Вилюйск, Якутск.